19-ю волну, с которой можно было слышать ТБС Радио Корея. И благодаря этому эдиприемнику у нас была связь с Кореей, с далекой, загадочной Кореей. Мы отвечали на викторины Кореи, мы получали подарки. В то время вел рубрику ТБС на русском языке Андрей Левин. Да, и благодаря КБС Радио Кореи у нас начался длинный путь в Республику Кореи. Мы получали подарки с той далекой, загадочной стороны. Мы участвовали в викторине и были так рады этим футболкам, этим барсеткам, которые мы получали из Южной Кореи. Вот так связь с КБС еще началась с тех 90-х далеких годов. А сегодня вы уже здесь, в нашей студии, рассказываете про всю свою прошлую жизнь. Очень приятно, что Радио вас так объединило, да, можно сказать, и сделало еще ближе. Да. Я надеюсь, что вы придете к нам в студию еще не раз и расскажете еще какие-то более интересные события в вашей жизни. Мы желаем вам успехов во всех ваших делах, будь то как в преподавательской деятельности, в туристической и в общественной. Спасибо большое. На этом нам придется попросятся с нашей гостьей. Сегодня мы общались с Анной Ким, председателем Ассоциации русскоязычных в Корее, силологом и просто деловой женщиной. Напоминаем, что вы сможете прослушать нашу передачу и посмотреть фотографии нашей гости на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr Повторяю адрес сайта еще раз по буквам. www.world.kbs.co.kr У микрофона была Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя Ли Эри. Всем спасибо за внимание, всего доброго и до новых встреч на нашем радио в программе «Русская Корея». «Русская Корея» «Русская Корея» «Русская Корея»